Тем временем на фронте за дезертирство расстреляли более 50 российских добровольцев и числа бывших заключенных. Информацию об этом обнародовали в общественном фонде «Русь сидящая». По их данным, за бывшими заключенными пристально следят, чтобы те не смогли перейти на украинскую сторону и сдаться в плен вооруженным силам Украины. Глава фонда Ольга Романова в интервью каналу «Ходорковский лайф» рассказала, что всего частной военной компании «Вагнера» удалось завербовать около 25 тысяч российских заключенных. Но Евгений Пригожин тем временем продолжает писать жалобы в Генеральную прокуратуру России. На этот раз основатель частной военной компании «Вагнера» обратился туда с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга на предмет создания организованной преступной группировки. Об этом сообщили в пресс-службе «Конкорда». По мнению Евгения Пригожина, губернатора Александра Беглова нужно проверить по факту разграбления госбюджета и обогащения данными средствами коррумпированных чиновников. Основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что губернатор создал для этого организованное преступное сообщество. Это уже не первый случай, когда Евгений Пригожин критикует политиков и руководство российской армии. Ранее его критике подвергся генерал-полковник Александр Лапин, который руководил группировкой «Войск-центр». После этого Лапина неожиданно для всех, как сообщают СМИ, отстранили от должности. На фоне данной новости Евгений Пригожин объявил о создании бизнес-пространства ЧВК «Вагнер-центр» в Санкт-Петербурге, работа которого направлена на развитие оборонных технологий. Ну и продолжим обсуждать увеличение политического веса Евгения Пригожина, к которым пишут также американские аналитики. С нашим гостем к эфиру присоединяется старший научный сотрудник фонда «Карнеги» Андрей Колесников. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Евгений Пригожин, кажется, как будто пробует на прочность. Сейчас Генеральную прокуратуру, подавая уже второе заявление, то Ютюб, теперь Беглов, губернатор Петербурга, то Министерство обороны, в общем-то, пробует на прочность государства. Действительно ли такое впечатление может появиться? Да, абсолютно. Это как будто он строит параллельную вертикаль власти, и внутри этой вертикали власти он один из главных игроков, если не главный. Собственно, Путин сам допустил существование такого человека, и его услуги взяты на аутсорс, но постепенно этот аутсорсинг становится неким таким мейнстримом. То есть, по сути дела, получается так, что Пригожин на разных участках замещает государство, борется с государственными, с официальными чиновниками. Одна часть, как бы, мафия-стейт вынуждена сражаться с другой частью мафии-стейт. Ну, и он становится некой такой параллельной армией, в том числе решающей вопросы кадровых отставок и назначений. То есть, действительно, роль его вырастает, но, повторюсь, без разрешения Путина вряд ли бы он достиг таких высот, как сейчас. А насколько, по вашему мнению, Евгений Пригожин заинтересован в государственной власти? Он просто такой вор-авантюрист, которому интересно попробовать и посоревноваться с государством, или ему интересно быть вместо Путина и когда-нибудь, например, стать президентом России? Я думаю, здесь некоторые смешанные такие чувства испытывают Пригожин, хотя, конечно, копаться в его голове и душе не хотелось бы. Поначалу он, собственно, был очень агрессивным коммерсантом, который имеет связи в государственной власть очень серьезные, и за счет этого все расширяет пространство своего влияния, в том числе коммерческого, бизнесового, а теперь еще и политического. Но сейчас издается впечатление, что это уже игрок в большой политике, хотя, конечно, ему не хватает узнаваемости, но это дело наживное. Другой разговор, что на самом деле здесь можно заподозрить с немножко такой конспирологической точки зрения, другую модель. На фоне Пригожина для какой-то части населения Путин выглядит не таким страшным. Выглядит скорее системным политиком, в то время как на арену выходит совершенно бессистемный, без тормозов человек, который способен решить все вопросы, который способен закрыть там какой-нибудь YouTube, который способен призвать в армию огромное количество людей. И в этой армии действуют совершенно другие законы, где государство вообще не ночевало. Но при этом явление Евгения Пригожина, в общем-то, сам Владимир Путин породил, как вы уже отмечали. Но способен ли Владимир Путин в какой-то момент убрать Евгения Пригожина, или это слишком сильная в данный момент политическая фигура? Я думаю, что Путин пока может все. Степень контроля за политической системой у него достаточно высока, чтобы там не говорили о каких-то расколах. Расколы не видны на поверхности, и, собственно, никто не рискует раскалываться публично. Это означает конец политической карьеры и бизнесовой карьеры для многих. Я думаю, что все-таки Путин способен его некоторым образом контролировать. Похожая история с Кадыровым, который вроде бы имеет больше власти, чем другие региональные начальники, но в то же самое время Кадров прекрасно понимает, что его личное благополучие, его карьера, пределы его влияния, все это будет обозначаться самим Путиным. Но, возможно, эксцессы, когда та или иная фигура вдруг вырывается из-под контроля и харизма начинает жить своей жизнью. Тогда вот действительно происходит борьба за власть и все такое прочее. Если Путин по каким-то причинам, допустим, ушел бы в ближайшее время с высоких постов, то, конечно, и Кадыров, и Пригожин могли бы быть серьезными игроками в борьбе за власть. Но Путин, думаю, в ближайшее время никуда не уйдет. А как Евгения Пригожина, на ваш взгляд, воспринимает окружение Путина, администрация президента, силовой блок, раздражает ли он их, человек ниоткуда, которому, как кажется, можно абсолютно все сейчас в России? Я думаю, что, безусловно, у Пригожина в этих кругах много настоящих врагов, недоброжелателей. Конечно, он отнимает у них часть власти. Уже, по сути дела, он играет на поле гражданском, не только военным. То, что он делает с Бегловым, это образец того, как он может перехватывать собственно гражданскую бизнесовую власть. Конечно, я думаю, у него есть недоброжелатели в силовых структурах и в армии, как таковой, потому что он, по сути, конкурирует с официальной армией и разрушает ее монополию на легальное насилие. И думаю, что, конечно, в ужасе от него в, допустим, финансово-экономическом блоке, потому что это такие игроки, способны разрушать сами основы какой-то системности государства. Вот это большая публичность Евгения Пригожина, открытие Центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге, заявления, о которых мы говорили ранее, признание, что в 2014 году он создает ЧВК «Вагнер», о чем, собственно, Пригожин сам рассказал. На ваш взгляд, это какой сигнал дает? Это значимое событие? Да, конечно, потому что, по сути, это каминг-аут человека, который скрывал какие-то детали своей биографии и своего восхождения к большой власти, к параллельной власти. А теперь он этого не скрывает. Ну, если государственная власть в России потеряла всякий стыд, и уже не удосуживается объяснять свои действия и как-то скрывать свои намерения, то почему бы параллельная власть не заниматься тем же самым? Она не ограничена каким-то государственным политесом. Так что все достаточно серьезно, но, повторюсь, пока это более-менее контролируемая фигура. Пока выгодна и Путину. К тому же Путин наблюдательно очень любит сталкивать лбами разной группировки вокруг себя. И здесь, я думаю, он тоже получает некоторое извращенное удовольствие от того, как, допустим, сталкивается Беглов, его человек, и Пригожин, человек, которого Путин, может быть, в большей или меньшей степени контролирует. Будем наблюдать за развитием ситуации. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Андрей Колесников, старший научный сотрудник фонда Карнеги, был гостем программы «Вот так». Это были все новости на сегодня.